Дамы и господа, 8 месяцев назад я снимал вам видео из проекта Виллапарк от застройщика Next, тогда уже фактически все было готово, я вам показывал пример одной из вилл. Прошло в общем-то 8 месяцев и сегодня вилла фактически уже на 99% готова, ремонт в ней готов. Сегодня про комплекс особо не буду ничего рассказывать, так чуть-чуть пройдемся покажу, хотя вы его в принципе уже видите, здесь есть бассейн, море рядом, скуптера тоже летать не буду, потому что лень, вставлю вставки в процессе ролика, но в общем сегодня приглашаю вас посмотреть виллу, потому что от застройщика уже вариантов не осталось, а эта вилла продается и она продается с ремонтом под ключ, можно ее будет купить. Вам приятного просмотра, мы начинаем, поехали! Ну что, начнем мы снаружи, в общем-то, вот так выглядят виллы, они все в едином стиле, в общем-то сам поселок выглядит вот так, здесь посередине бассейн такой небольшой, но он достаточно приятный и лежаки, там еще есть детская площадка, построили новый детский сад и в общем рядом еще футбольное поле. Здесь у нас что? Здесь у нас заезд на парковку, можно поставить автомобиль, даже два, в принципе при желании, открытое полностью пространство, то есть только вот живая изгородь, никаких заборов, ничего, клубный такой маленький поселочек, не помню сколько точно здесь домиков, но по сути вилла это вот половина, это такая полу-таунхаус, полу-вилла, они небольшой площади и продавались, можно самим было делать ремонт, можно было купить под ключ, в общем пойдем внутрь сейчас смотреть. Итак, у нас несколько входов, мы сейчас зайдем через этот, но можно зайти прямо сразу туда или в гостиную, ну в общем погнали смотреть. Если мы заходим сюда, мы попадаем в такую комнату, она сейчас пустая, у нее свободное назначение, то есть можно здесь поставить обеденную зону большую, либо какую-то мягкую зону, пуфики там сидеть смотреть, на заднем дворе, ну мы туда тоже выйдем, здесь вот такая небольшая еще территория, задний дворик, там можно мангал поставить, тоже какие-то лавочки, а здесь например, ну большую там, если большая компания приезжает, может сделать такую полулетнюю, полузимнюю кухню, в общем здесь пока ничего нет. Отсюда мы залетаем в гостиную, здесь у нас два этажа, а с чего начать, давайте начнем с кухни наверное, в общем вы видите, большое пространство достаточно, обеденный стол, здесь у нас мягкая зона с телевизором, там скрыта лестница, мне что нравится, что когда заходишь лестницу не видно, то есть она не бросается в глаза, потому что лестницы редко бывают красивыми, только в таких прям супер классных дорогих домах, здесь лестница скрыта, то есть ее в принципе не видно, ТВ-зона, картины висят, прикольные такие брашки, ну не брашки, в общем освещение и большой диван, мне очень нравятся такие диваны, правда я бы ткань чуть-чуть другую выбрал, рогожку, но в целом он вот так большой, достаточно вписывается, картины висят всякие, изучение космоса, пожалуйста, здесь большие окна панорамные, шторы, ну шторы по желанию это уже можно менять, потому что я, например, ну большинство блокаут предпочитают, здесь светопроницаемость, наверное, процентов 30, я не сильно специалист, но прям очень мало, ну сильно свет пропускают, и кухня, вот такая кухня, здорово, что они не стали по всей кухне делать ящики, она более такая облегченная получается, тут у нас все есть, есть холодильник, техника вся горения, холодильник, здесь морозилка, естественно, у нее прикольный, приятная такая фактура, ребристая, ну и в общем-то сама мойка, здесь еще будет подсветка, но она у нас сейчас не работает, вот идет лента диодная под пластиком, тут можно что-то поставить красивенько, и, ну, в то же время внизу много шкафов, полноразмерная, нормальная, посудомоечная машина, тоже горение, все новое, естественно, здесь никто не жил, сами видите, вот все еще замотано, чтобы пальцами вот так вот, как я, не замацали, 4 стульчика, духовка, единственное, чего я здесь не вижу, микроволновки, ну не знаю, может кому-то она, если нужна, то отдельно можно докупить, а так все ящички, все, все на месте, вытяжка тоже горение, чтобы с первым этажом закончить, пойдем сразу в санузел, здесь у нас еще две двери, и мы попадаем в санузел номер один, который у нас находится на первом этаже, здесь достаточно просторная душевая, можно сюда вот так зайти, криевит сантехника вся, здесь можно вот так вот покрутить, настроить холодную, теплую, душ выбирается, ну, в общем, в принципе, я думаю, с санузлом вы разберетесь, ничего сложного, кнопки нажимаются, и рядом у нас есть еще одна комнатка, которая у нас является техническим помещением, здесь, в общем, коммуникации, все там кран, воду можно прикрутить, и стоит стиралка, здесь она вот у нас спрятана под лестницей, ну, еще раз, прикольно, что большие окна панорамные, достаточно много света, при том, что вот сейчас освещение включено, но оно такое, очень легенькое на самом деле, здорово, что не лупят прям сильно осветительные приборы, хотя их тут много, вот на потолке они, в принципе, установлены, но вот за счет окон приятная такая обстановочка, так, ну что, давайте сразу выйдем на задний дворик, перед тем, как мы пойдем наверх, сверху это все посмотрим, здесь на ключ закрывается дверь, и можно выйти, вот у каждой вилы, вот здесь заканчивается граница, тут счетчик на газ стоит, лестница техническая на крышу, чтобы был доступ в случае чего, тут котел у нас висит, спрятан в короб, и вот небольшая лужайка, пожалуйста, здесь можно в мангал поставить какую-то небольшую лавочку или качельку, катающуюся, качающуюся, ну и вот, в общем, сами все видите, что, что, красота, пойдемте на второй этаж, про сам комплекс особо рассказывать нечего, сами видите, это такие небольшие аккуратные вилы, маленькие, по-моему, здесь 125, что ли, если не ошибаюсь, я даже проверять не буду, честно говоря, тут сами все видите, здесь уже до площади сильно там докапываться смысла нет, по-моему, 125, если не ошибаюсь, посмотрим, и обслуживание этой всей истории, опять-таки, если ничего не поменялось, потому что я не уточнял, стоило 100 долларов, застройщик обещал 100 долларов с вилы в месяц обслуживания, ну, плюс, понятно, счетчики, там, газ, свет, вода, туда входит уборка территории, бассейн, там, придомовая, вывоз мусора, все дела. Входная группа очень красиво оформлена, приятный такой заезд, еще вот футбольное поле сделали, детский садик рядом на въезде, площадка детская, поэтому, ну, приятное, приятное место, учитывая, что оно очень близко к морю, и аналогичных, в принципе, комплексов в Батуми, ну, я даже вам не назову, таких, чтобы они были вот на такой стадии, чтобы можно было уже приехать и, по сути, купить и жить, а мы врываемся на второй этаж, поднимаемся по лестнице и попадаем на второй этаж, если лень вниз спускаться, то можно вот сюда выйти, я, честно говоря, не знаю, для чего здесь эта дверь, может, если вы эксперт в строительстве вилл, то подскажете, ну, понятно, что проветривать можно и свет дополнительный, но именно, что она вот так открывается полностью, честно говоря, не знаю, какое, есть ли у нее какое-то применение. Второй этаж, у нас здесь две комнаты, раз и два, и это обе спальни, смотрим сначала, как бы, типа, гостевую или вторую спальню, здесь у нас кровать, картина, лампочки, ну, я, честно говоря, даже не знаю, что рассказывать, нормальный ремонт в целом, приятный шкафчик, правда, вот этот, который выглядит, как коробка от айфона, мне кажется, он сюда чуть-чуть, чуть-чуть, самую малость, не по интерьеру не очень подходит, телевизор, здесь уже финальные там доделки, нужно будет сделать тумбочку, но это все, естественно, сделают, и санузел, тоже такая же веселая курортная плиточка, и вот такая вот, такой вот столик под мойку деревянный. Ну, в общем-то, на этом спальня у нас заканчивается, и мы идем во вторую спальню, она уже мастер-спальня, у нее есть две отличительные особенности, ну, чисто так вот, визуально она тоже никак не отличается, такая же фактически кровать, картина, та же коробка от айфона, телевизор небольшой, самсунг, кстати, телевизор и самсунг, ну, а здесь есть вот такая вот история, которая делает эту спальню уже, ну, понимаете, совсем другой уровень, конечно, здесь, в общем, разъезжающаяся вот такая дверь, и отдельно стоящая ванна, ну, собственно, санузел полноценный, я имею ввиду, а сантехника Креавит, не помню, я сказал или нет, когда на первом этаже был, но вот с кнопкой ребята промахнулись, это надо будет менять, ну, в смысле, поправить, а здесь, причем, есть жалюзи, тоже продуманная эта история была, пока что вид вот на зелень, туда, в сторону моря, моря здесь не видно, но видно зелень, и, ну, такой же вот плиткой отделана, по сути, душевая, здесь, что у нас еще, вот такая необычная по форме раковина, тоже Креавит, вода идет, напор хороший, давно я напоры не проверял, ну, и вторая особенность этой спальни, тоже панорамное окно, кстати, вот отсюда приятный такой вид, просыпаешься с видом на территорию, здесь еще, ну, очень красивые горы, сейчас, правда, из-за того, что у нас такая погода переменчивая, ну, выглядит все равно классно в такой дымке, а вообще в ясную погоду там вершины гор очень клево выглядят, и последнее, что у нас тут есть, это вот такая терраса, своя терраса у каждой виллы, достаточно просторная, но не сильно огромная, скажем так, то есть тут можно и лежак поставить, загорать, вот сейчас, пожалуйста, у нас май месяц только начался, а прям на улице жарко, то есть вот в кофточке прям хочется ее снять, и можно поставить столик, там, какой-нибудь шезлонг, и загорать, если вам почему-то не хочется у бассейна это делать. Единственный минус, который я здесь вижу, именно вот в плане террасы, это то, что у вас нет приватности, то есть если бы эта терраса была как-то вот-вот, вот у той есть приватность, там это прикольно, хотя тоже отсюда видно, например, половину, ну, в общем, вы поняли, то есть условно, если вы здесь вышли в нижнем белье, ну, или там в купальнике, ладно, так и быть, то у вас будет видно, это нужно учитывать, просто, просто, как бы, факт, ничего там такого нет, просто имейте в виду, ну, и, в общем, вид на территорию зелененькую, красивую, приятную. Ну, что, пока я буду спускаться и ходить выключать везде свет, я просто не знаю, есть ли внизу мастер-выключатель, об этом я вам скажу, когда спущусь, но на всякий случай, похожу, повыключаю свет. В общем-то, по расположению, находится он в Чакве, в прошлый раз я рассказывал чуть более подробно, с коптера повставляю, как обещал кадры, и классное расположение, мне нравится очень эта локация, здесь так тихо, спокойненько, такой тупиковый поворот в сторону моря, и здесь, в принципе, особо не какая-то там проезжая часть, вот с главной дороги сворачиваете и попадаете сюда, к этому поселочку. Море рядом, пешком можно дойти, я лично ходил, но по времени точно не помню сколько, ну, это что-то около там 4-5 минут, наверное, вряд ли больше. Стоит это удовольствие 400 тысяч долларов полностью под ключ, вот, готовая, можно ее уже покупать, оформлять, обставить там дополнительно какой-то, какими-то аксессуарами, либо чуть-чуть добавить уюта, и, в общем-то, начинать уже жить. Не нашел я мастер-выключатель, там есть щиток в технической комнате, но именно так, чтобы вот один выключить, и все погасло, такого здесь, скорее всего, нет. В общем, вилла симпатичная, если вы хотите получить уже готовый продукт, рассматриваете за городку, то выбор у вас, вот, честно, вообще практически никакого нет. Есть разные проекты, но они на разных стадиях строительства, поэтому в основном вилл их не так много, в принципе, когда вот в какой-то небольшой поселок строится, коттеджный там или из вилл, и в основном раскупают все на этапе строительства, поэтому понятно, что потом появляются перепродажи, вот как, собственно, и здесь, но чтобы уже можно было фактически заехать и жить, и чтобы здесь мне что нравится на самом деле, то, что территория уже готова, потому что обычно же как бывает, дом построили, ремонт там сделали, да, и вот как бы вот вам готовая вилла. А здесь, пожалуйста, вот выходишь уже все в зелени, какие-то мелкие там где-то доделки, но чисто вот визуально, когда на территории находишься, видно только рабочих, которые делают ремонты в виллах, то есть вся территория, тут вот люди тоже на машине, у них лежаки стоят, уже, скорее всего, отдыхают, потому что и шторки висят, и столик на улице стоит вот с зонтиком, поэтому вот так вот приятно здесь, уютно, очень тихо, спокойно, классные соседи будут в любом случае, так что кто хочет вот такой формат небольшой, небольшого такого частного полудомика, полу-таунхауса, полувиллы, пожалуйста, звоните, пишите, контакты мои будут в описании, меня вот так не видно, так лучше видно. А я на сегодня с вами прощаюсь, до встречи на новых видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok